МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. У него в первом браке было 5 дочерей. Он мне сказал, что если ты мне родишь шестую дочь, то я тебя просто убью. Так и сказал? Да. В 17 лет родители Айнур насильно выдали ее замуж за мужчину, годящегося ей в дедушке. Через 9 месяцев Айнур родила мужу наследника. Но только сейчас решилась открыть страшную тайну. Муж не является биологическим отцом ее ребенка. Молодая женщина намерена уйти от мужа, забрав ребенка, и начать новую жизнь вместе с настоящим отцом сына. Что ж так невезуха-то такая, а? Человека встретила хорошего, так денег не может зарабатывать. Ты еще племянник. Оказался сыном алкаша, а сестру убил вот этот урод. И ни за что теперь не отвечает. Светлана Савенкова стала опекуном племянника Игоря после смерти его матери Галины. Отец, сожитель Галины, отсидел срок за ее убийство. Но теперь вернулся из заключения и стал преуспевающим бизнесменом. Светлана требует материальной помощи ребенку. Но Добряков утверждает, что он не отец Игоря. Слушается гражданское дело по иску Мамирговой Айнур Тимуровны к Мамиргову Казбеку Ильясовичу. Об аннулировании его отцовства в отношении несовершеннолетнего Мамиргова Ильяса Казбековича, которому сейчас 4 года. Ответчик с исковыми требованиями не согласен. Айнур, поясните, пожалуйста, вы подлились к своему супругу. Из материалов дел я вижу, что ваш сын был рожден в браке. Поэтому поясните, пожалуйста, ваши исковые требования. Ваша честь, вы все верно сказали. Мой сын был рожден в браке с Казбеком, но он не является его отцом. Дело в том, что я из бедной семьи, а Казбек, состоятельный вдовец, меня выдали замуж, когда мне было 17 лет, против моей воли. У меня был любимый человек, мы хотели вместе уехать учиться. У нас были совершенно другие планы. И я просто не могла пойти против воли родителей, не могла ничего сделать. Понятно, но даже если планы ваших родителей не совпадают с вашими, это не повод лишать ребенка отца? Вы понимаете, я не лишаю никого отца. Я, наоборот, хочу, чтобы мой ребенок был со своим отцом. Дело в том, что, ну, я думаю, вы меня поймете, Казбек довольно преклонных лет мужчина, и, ну, вряд ли бы у него могли бы дети со мной. Мой ребенок был зачат в июне 12-го года, другого мужчины. Я к нему уехала месяц назад и сказала Казбеку, что я хочу подать на развод. Я просто подумала, что если я скажу ему правду, то он не будет просто препятствовать тому, что это не его сын, зачем ему нужен чужой ребенок. Вы сказали ему правду? Я сказала ему правду, и я уехала. Так. Это мой сын, запомни, запомни раз и навсегда. Ваша честь, она лжет. Во-первых, когда я на ней женился, она была девственницей. Я могу это доказать. Во-вторых, я попрошу не обзывать меня и называть меня при честном народе, старым немощным. Мне всего 65 лет. У меня отменное здоровье, я могу еще... О, как? Да. И главное, что она всегда была под присмотром. Моя сестра незамужняя, Алия Ильясовна, жила у нас вместе с нами и присматривала Зайнур, вела ее беременность. И она может рассказать, кто является отцом нашего ребенка. Прошу вас пригласить. Ваша родная сестра вела беременность? То есть ваша родная сестра акушер-гинеколог, что ли? Да, 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 да. Которая акушер-гинеколог, она вела ее беременность и все про эту историю знает. Я поняла, вы ее заявляете свидетелем. Мамиргова Алия Ильясовна, пригласите ее, пожалуйста. Правду она сказала. Здравствуйте, Алия Ильясовна. Здравствуйте, Ваша честь. Скажите, пожалуйста, вам известно, кто является биологическим отцом Ильяса? Мне все известно, Ваша честь. Я работаю врачом-гинекологом в больнице. У нас такая вот традиция. Перед свадьбой всех девушек приводят на медицинское освидетельствование. Перед свадьбой моего брата я сама лично проверяла Айгуль. И могу сказать точно, она девственница была. Я вела всю ее беременность. Я следила за ней. Сама установила токсикоз у нее. И по этим всем показаниям я первая сделала анализы. И установила дату зачатия. Даже дату? Вот, вот. Даже есть медицинская карта. Пожалуйста. Передайте, пожалуйста. Можно я объясню? То, что написано в медицинской карте, это неверная информация. Но я ведь лучше знаю, когда был зачат мой ребенок. Он был зачат не в августе, а в июне. Я просто объясню, что после свадьбы с Казбеком у меня не было особо даже никаких сексуальных отношений. Я ему врала. Я говорила, что у меня болит голова. Потом, к моему счастью, у него в Петербурге умер брат. Он уехал на похороны. Это были три недели моего счастья, когда я была с моим любимым человеком. Вопрос, истец, скажите, пожалуйста, правда, что ваш ребенок родился 7-месячным? Нет. 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 Так в медицинской карте просто указано. То, что там написано, это неверная информация. Я знаю сама, когда... Если июнь месяц, то я бы выносила его вовремя. Он уехал на три недели, и я была вместе с моим любимым человеком, мой зовут Сергей. Мы с ним хотели убежать вместе. Он меня забрал, мы уехали в гостиницу. Я не знаю, как. Наверное, благодаря ей мои братья узнали, что мы там вдвоем. Они приехали, они разнесли все. Это просто был какой-то ужас. В гостиницу приехали, да? Они приехали в гостиницу. И вас забрали оттуда? Они меня забрали просто силой. Они избили Сергея. Это просто какие-то звери. Ваши братья родные, да? Да. Все понятно. Сестра, что она говорит, а? Куда она убежала? Зачем она убежала? Кому она убежала? Что она говорит? Братик родной, не слушай ее. Она все врет, чтобы позлить тебя. Ваша честь, я объясню, она просто боится. Она просто боится его, понимаете? Казбек такой человек. Своего брата родного боится? Она боится его, да. Я тоже его боюсь. Просто он такой человек, он очень жестокий. Понимаете? Он до того, как узнал, что я беременная, он меня избивал. Он очень сильно меня бил. У него в первом браке было пять дочерей. Он мне сказал, что если ты мне родишь шестую дочь, то я тебя просто убью. Так и сказал? Да. А почему он сына так хотел, что ли? Да, у него не было наследника. Я просто, я не знаю, молилась тем богам, чтобы у меня был мальчик. Да молчи, женщина, молчи. Вот Айдур, скажи, когда я тебя избивал? Я тебя хоть один раз пальцем тронул, а? Ну зачем ты насчет этого хотя бы брать? Мы с тобой прекрасно жили, у нас были хорошие семьи. Замолчи на минуту! Ты первую жену чуть не убил. Ваша честь, вызовите, пожалуйста, ее родного брата, старшего. Пусть он расскажет, как мы жили с этой женщиной. Вы его вызываете в качестве своего свидетеля, да? Тагибова Руслана Тимуровича пригласите, пожалуйста. Руслана Тимуровича, здравствуйте. Руслана, скажи, пожалуйста, скажи Казбеку все, что ты знаешь, пожалуйста. Молчи, отец сказал! Не кричите, пожалуйста. Руслан, скажи-ка мне, пожалуйста, Руслан. Вот когда ты ее, вот эту свою сестрицу, вытаскивал из гостиницы? Из какой гостиницы? Из какого мужчины? Это было или не было? Казбек Елесович, дорогой, не говорил, не хотел расстраивать. Это правда. Суду, пожалуйста, говорите. Сбежала она с парнем, но мы с братом сразу ее вернули. У них ничего не было, клянусь. Мы сразу ее из номера вытащили. Мы тогда парня серьезно наказали. Она обещала любить вас. А как вы узнали, где она? Мне администратор позвонил. Я уже через 10 минут примчал туда. Он мой друг. Администратор? Да. Я просил молчать его, не хотел позор и огласки. Она поняла свою ошибку, признала. Будет любить вас, обещала любить вас. Весь так, сестра? Вы такую честь оказали нашей семье. Когда вы с ней познакомились, наша семья была страшной нищете. Не слушайте вы ее. У нее ни стыда, ни совести. Сама не понимает, что говорит. И это твоя благодарность. Я говорю. Пфу! У тебя ни стыда, ни совести. Ты так и отца до могилы сведешь. Хорошо, что мама не увидела такого позора. Казбек, это не твой сын. Просто смирись с тем, что тебя никогда не сможет быть мальчиком. Ты уже вряд ли сможешь иметь детей. Почему просто не принять это как должное? Я не понимаю, почему на меня вымещается злость из-за того, что у него нет наследника. Да, у меня ребенок и другого мужчины. Просто примей это и все. Пожалуйста, ваша честь, вы можете пригласить Сергея сюда? Вашего любимого мужчину, да? Да, он объяснит, он подтвердит это. Не побоялся, пришел? Он не побоится, он подтвердит, что это наш ребенок. Мы хотим быть вместе, он подтвердит, что он отец. Пожалуйста, может быть с этим закончится? Будь любезна, Романова Сергея Валентиновича пригласите в зал сюда. Пациент трепещен перед этим человеком. Тебе мне делать замечание. То с одним шлялся, то с другим. Мы уже смеются все, что ты просто как маленький мальчик себе видишь. Скоро все закончится. Сережа, скажи, пожалуйста, как было все, я уже не могу здесь находиться, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете себя биологическим асомом Ильяса? Ваша честь, я хочу доказать, что Ильяс мой сын. Вообще, я, конечно, и так бы его принял, но, знаете, экспертиза есть экспертиза. Вот. Поэтому, как бы, я заявился в качестве истца. Но вообще, посмотрите, ну, какой из него Кавказец? У него русские черты лица, да и невооруженным глазом видно, что, ну, он на меня очень сильно похож. Ну, видно же. Конечно, похож. Вообще, я Алью любил, когда еще я выдали замуж. Ну, я тогда, правда, учился, и все, что я мог предложить, это уехать с Альей Сайнур к моей сестре в Москву и спрятаться там от ее братьев. Но, к сожалению, у нас не вышло ничего. Ну, вообще, на самом деле, знаете, я уверен, что Ильяс мой сын. Потому что в ту ночь в гостинице, когда мы скрылись от них, у нас с ней был секс. Айнур, ты, конечно, проси, пожалуйста, что я это рассказываю. Я просто хочу доказать вам, что Ильяс мой сын. И обстоятельства просто не позволяют мне молчать. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я какая-то гулящая или что меня не воспитали мои родители. Просто я хочу, чтобы все узнали правду, чтобы мы были счастливы с моим любимым человеком. Вот и все. Айнур, я вам сейчас поясняю, что по его иску вы являетесь ответчиком. Вы его исковые требования признаете? Вы согласны, что он отец Ильяса? Да, конечно. Как вы, собственно говоря, с самого начала утверждали. Хорошо, давайте мы ознакомимся с результатами экспертизы. Будьте любезны, пристав, принесите, пожалуйста, конверс с результатами экспертизы Мамиргова Казбека Ильясовича. Мамиргова Казбека Ильясовича. По результатам настоящей экспертизы Мамиргов Казбек Ильясович не является биологическим образом Мамиргова Ильяса Казбековича. Мамиргова Казбековича. Мамиргова Казбека Ильясовича. Что вы хотели сказать? Можете предоставить окончательные результаты экспертизы, что Сергей является отцом ребенка? Будьте любезны, пристав, принесите, пожалуйста, результаты генетической экспертизы Сергея Романова. Не обращай на них внимания, мы с тобой просто увидим и заживем шикарную жизнь. Позор просто, я не могу. Позор какой, позор. Спасибо. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Романова Сергея Валентиновича и ребенка Мамиргова Ильяса Казбековича. По результатам настоящей экспертизы Романов Сергей Валентинович не является биологическим отцом Мамиргова Ильяса Казбековича. Поздравляю. Подожди, ты же мне клевать, что... Займите, пожалуйста, мой мир, ты истинец. Подожди, да что, Сережа? Я тебе все... Это просто ошибка какая-то. Я вообще не хочу больше ничего. Все, между нами все. Ваша честь, пожалуйста, это какая-то ошибка, это какой-то бред. Да вы что, у меня никого не могло быть больше, пожалуйста, меня бы убили в семье за это. Вы что, вы можете перепроверить какую-то информацию, я не знаю, как это делается. Утрите, айнук. Почему, почему это ошибка, я не понимаю. Это не может быть этого. Ай, раньше надо было думать головой, а не другим местом. Позор какой, позор. Вообще действительно странно. Забирай своего ублюдка и чтоб к вечеру тебя не было в станице. Ты пойми, что тебе с твоим языком и с твоим поведением совершенно и с выродком совершенно опасно жить в станице. Зачем ребенка оскорбляешься? Я просто ошибка, почему нельзя это признать? Ваша честь, я должен делать заявление. Ильяс мой сын. Ты понимаете? Что? Не твой и не твой. Подождите, пожалуйста, разъясните, что вы сейчас хотите сказать. Это ваша родная сестра. Отец Ильяс и я. Вы мне неверно поняли, я не спал с сестрой. Просто у нас маленькая больница и все беременные женщины через Аллы идут. И когда мне сказали, что у меня будет четвертый сын, а у Казбека шестая дочь, Аллы предложили в роддоме поменять с детьми. Потому что если бы Казбек узнал, что у нее шестая дочь родится, он бы убил ее на месте. Минучку, у вас был план по подмене детей? Нет, ваше честь, у нас не было никаких планов. Как тут запланируешь? Просто моя жена была на седьмом месте беременности. Так. Айнур на девятой. И случилось горе сидеть, и жена упала, и у нее начались преждевременные роды. Мой сын родился недоношенным. Понимаете, у меня не было денег лечить сына. Нужны были деньги, особый уход. Вот она и предложила, что вот Казбек с сыном бредит, поможет. Тем более, вот первый сын. У меня не было иного варианта. Вот мы и согласились. Подождите, пожалуйста, варианты у вас всегда были. Получается так, что вы предполагали, что в принципе вы можете поменять детей. У вас такой план был, но вы не могли спланировать точно, потому что сроки родов были разные. Правильно? На следующий день дело в том, что... А тут получилось так, что ваша жена на седьмом месяце беременности, Айнур находится на девятом, и они рожают рядом, да, по срокам? Да. Практически в один и тот же день, верно? Да. Айнур рожает, соответственно, девочку, ваша жена рожает мальчика. Жена сильно расстроилась, она девочку хотела. И Алла ей сказала, что на следующий день у нее начались схватки. Она сказала, что ей надо будет делать Кесарева. Когда она проснулась, ей сказали, что у нее родился сын. А нас поспешно выпустили из больницы. Ваша честь, что он такое говорит? Это же бред. Не верьте ему. Он врет все. Это ложь. Это правда, ваше честь. Вы совсем с ума сошли люди. Совсем с ума сошли. То есть получается, что вы сейчас воспитываете дочку Айнур, а она воспитывает вашего сына? А Казбек воспитывает моего сына, да. Что вы вытворили, а? А вы понимаете, что вы только что признались в совершении уголовного преступления? Я понимаю, Ваша честь, что я нарушил закон, но эта ведьма сбила меня с пути. Что я мог делать? Ну, конечно, виновата же всегда женщина. Просто смотришь, как мой ребенок умирает. Вы же несовершеннолетний, малолетний, вообще ничего не соображающее ее нет. Правильно? Таким образом я спас своего сына. Нужен был особый уход. Который требовал каких-то затрат. Да, у меня не было этих денег. Вот зачем ты такое здесь говоришь? Да зачем я это все на всеобщее обозрение вынес? Ты не мог потихоньку тихо сказать дома своей сестре? А теперь все это будут знать. Что будет? Что с нами будет? Ничего уже не будет, Алия. Позор, позор какой, позор. Ничего не будет. Что вы, люди, сделали? Что вы натворили, а? Я дал этому ребенку имя своего отца. Я его воспитывал как сына. А теперь... Вы хоть понимаете оба, что вы натворили? Мало того, что вы играетесь вашими жизнями, вы еще играетесь и моей жизнью, жизнью моих детей. То есть, я сейчас, Руслан, заберу свою дочь у тебя, ты понял? А сына я тебе не отдам. Ты мне говорил, мы с тобой тогда разговаривали, ты мне сказал, что ты не такой жестокий, как наш отец. То, что если у тебя будет дочь, ты не отдашь замуж за старика. Да ты еще хуже, Руслан. Чтобы ты знал, я не верну тебе ни сына, ни дочь. И буду их воспитывать одна, от мужа я уйду. А Сережа пусть сам решает, нужна ему или нет. Воспитаю детей без вас. Суд удаляется для внесения определения. Далее в программе. Что ж так невезуха-то такая, а? Человека встретила хорошего, так денег не может зарабатывать. Да еще племянник оказался сыном алкаша. А сестру убил вот этот урод. И ни за что теперь не отвечает. Светлана Савенкова стала опекуном племянника Игоря после смерти его матери Галины. Отец, сожитель Галины, отсидел срок за ее убийство. Но теперь вернулся из заключения и стал преуспевающим бизнесменом. Светлана требует материальной помощи ребенку. Но Добряков утверждает, что он не отец Игоря. Оглашается определение суда. Производство по делу об оспаривании отцовства и об установлении отцовства приостановить до рассмотрения по существу уголовного дела о подмене ребенка. Суд не рассматривает по существу оба иска. Об оспаривании отцовства мужа истца Мамиргова Казбека Ильясовича и об установлении отцовства мужчины, считающего себя биологическим отцом ребенка Романова Сергея Валентиновича. Потому что экспертизы проводились не в отношении ребенка, рожденного истцом Мамирговой Айнур Тимуровной. О факте подмены ребенка истцы в родильном доме заявили свидетели, которые подробно рассказали о причинах и обстоятельствах произошедшей подмены. Суд разъясняет, что при рассмотрении данного дела в действиях свидетелей обнаруживаются признаки преступления, предусмотренным статьей 153 Уголовного кодекса Российской Федерации подмена ребенка. Поэтому суд частным определением сообщает об этом в органы предварительного следствия и дознания на основании части 3 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Судебное свидание окончено. Прошу всех встать. Ко мне только не подходите сейчас. Казбек, прости, пожалуйста, я все объясню. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Савенковой Светланы Олеговны к Добрякову Анатолию Ивановичу об установлении отцовства ответчика в отношении несовершеннолетнего поранена Игоря Анатольевича, которому сейчас 5 лет, а также назначение алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме 50 тысяч рублей ежемесячно. Ответчик Добряков Анатолий Иванович с исковыми требованиями не согласен. Светлана Олеговна, скажите, просто вы являетесь опекуном ребенка, так я понимаю, что случилось с родителями ребенка? Дело в том, что вот этот вот Анатолий, он является отцом Игорька, а я являюсь его тетей. Дело в том, что моя сестра Галя умерла сразу через несколько часов после родов, и я взяла опекунство. Тут очень сложно рассказать, ситуация очень непростая. Дело в том, что моя сестра, она прожила вот с этим вот, будь он трижды не ладен, Анатолием более двух лет. Они жили вместе. В гражданском браке? Да, в гражданском браке, на его квартире. Вот у меня даже есть... Отношения не были зарегистрированы, правильно? Нет, не были. Но они вот вместе жили. У меня есть вот фотографии из семейного альбома, я вот принесла. Вот. Ну, ведь жили вместе. Это доказательство того, что ваша сестра проживала с Анатолием, да? Да, она жила вместе с ним. Дело в том, что он очень-очень ревнивый, он постоянно ее ревновал, он ее избивал, устраивал скандалы на родном месте. И было за что? Было за что? Да было за что? Да она тебя любила! Это что-то постановка вопроса отвечает. Что значит было за что? Женщину избивать было за что? С вами потом поговорим. Продолжайте, пожалуйста, естественно. Дело в том, что она очень хотела от него родить ребенка, мечтала об этом. И вот когда она забеременела... А это отличка, который ее избивал? Ну, такая вот у нее любовь. Она думала, что если она родит, он успокоится и перестанет ее ревновать. А у него очередной бзыв произошел всплеск агрессии на девятом месяце. Вы представляете? Она была на девятом месяце беременности, когда он вновь ее приревновал и избил ее. Избил очень сильно. Она попала в больницу. У нее было практически все переломано. Было сотрясение мозга, множество гематом. И у нее начались преждевременные роды. Игорек, слава тебе, Господи, он родился хорошим, замечательным мальчиком. Но она вот буквально прожила несколько часов и умерла. Мы, естественно... После родов. Да. Именно вот от этого избиения. Ну, вы сами понимаете, что на девятом месяце рожать-то и так женщинам трудно. То есть смерть наступила в результате побоев? Да, да, да. У нее были переломаны ребра. У нее были переломы и на ногах. И вот я говорю, и сотрясение. Все там... Вообще живого места не было. Что скажешь не так, что ты ее не живешь? Хорошо. И вы взяли ребенка к себе и воспитывали, да? Я, естественно, не могла допустить, чтобы мой племянник оказался в детском доме. А с роднём мы пытались привлечь его к ответственности, чтобы он ответил, как полагается. Но дело в том, что как убийца его не привлекли, хотя он есть убийца. Да ты убийца. По-другому тебя назвать нельзя. То есть вы отвечали перед судом, да? Отвечали. Я ответил. Я за все ответил. Я не снимаюсь ответственности. Да, но ты по какой статье отвечал? По 111-й. Неумышленное причинение физического вреда, повлекшее по неосторожности. А это не тебе решать. Да какая тут неосторожность? Суд решил. Все уже. Суд решил. Это уже все событие прошлого. Да, Ваша честь. Ну, поэтому Игорька я взяла к себе. Вот сейчас я вот хочу, чтобы вот он посмотрел, может быть, у него хоть сердце дрогнет и совесть проснётся. Это не мой ребёнок. Да кто это ребёнок? А чей же он ещё? Давайте посмотрим на свидетельство о рождении ребёнка. Вот, но дело в том, что я... А отчество у ребёнка Игоря Анатольевича. Да, ваше честь, дело в том, что я после вот этой трагедии, я не то что видеть, я слышать не могла. И уж тем более дать фамилию этого изверга ребёнку я не хотела. Но перед смертью Галя очень просила, чтобы дали отчество Анатольевича, что он его отец, и чтобы ребёнок носил это отчество. Ну, я не могла пройти последнюю волю. И поэтому свидетельств предстоит Анатольевич. Вот, и мы... Вообще, мы даже уехали из этого города, чтобы вообще ничего не напоминало о нём. Так, а почему тогда вы сейчас хотите установить его отцовство? Ну, во-первых, прошло пять лет, да, немножечко страсти поулеглись. Я многое обдумала, да. Мне пришлось уехать из города. Денег, потому что захотела. Действительно, там всё напоминало о галочке, да. Мы уехали в другой город, в Мичуринск, вместе с Игорьком. Там я устроилась на хорошую работу. Встретила замечательного человека, но он вдовец, у него трое детей своих. Вы представляете, получается, четверо детей в семье. Я их... У вас неждевение. Да, усыновлять не стала, но я их очень люблю, ценю и стараюсь воспитывать как родных. Но мой муж, человек замечательный, он добрый, всё, но он не умеет зарабатывать деньги. У него зарплата, ну, чуть больше 30 тысяч. У меня 25. И вы, ну, представьте, что... Может, не может, а я должен пересечивать теперь их семейство? Вы хотите алименты с него взыскать, правильно? Да, и поэтому вот дело в том, что, понимаете, он не отсидел полностью срок. Он не ответил полностью, как полагается. Его выпустили по УДО. И я об этом узнала от знакомых, что он вернулся в тот город, он вернулся в Киров, что у него всё хорошо, он вернулся в ту квартиру, где избивал Галю, он сженился. У него теперь есть ребёнок, у него есть машина, он возобновил бизнес, он ездит по курортам, он выставляет в соцсетях, что он вот там побывал, там, там, машина, всё замечательно. Здесь он считалами. Алименты его, понимаете, он не доедает, голодает. Если нет, успокойтесь, не кричите так. То есть вы хотите установить алименты в твёрдой денежной сумме, потому что вы считаете, что он очень много зарабатывает, правильно? Да, да, я не знаю, сколько он зарабатывает, но, судя по всему, зарабатывает он неплохо. Поэтому я прошу в твёрдой 50 тысяч. А вот вы его следили в соцсетях, вы к нему пытались обратиться? Естественно, ваше честь, я приехала из Мичудинска в Киров, я пришла к нему домой. Да, и сразу орать начала. Да что орать там, твоя жена открыла с ребёнком, я аж растерялась, а потом ты вышел. Он меня был, естественно, не рад. Он меня просто спустил в лестнице. А как с тобой было по-другому, если бы ты пришла по-хорошему к нам в семью? А как я к тебе должна была броситься, дорогой мой, сколько зим, сколько лет? Ты убийца, ты сестру мою убил! Ответьте, 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 пожалуйста, к вам пришла истец. Сказал, что вы, возможно, являетесь отцом, что у вас есть сын. Она пришла, только когда открыла моя жена дверь, она начала с порога орать, обвинять меня. Моя жена растерялась просто-напросто, испугалась. У меня, значит, маленький ребёнок. А что мне оставалось? Как мне с ней общаться? Я просто спустил её с лестницы. А то есть её тоже с лестницы спустили? У вас такая вообще манера поведения. Короткий разговор с женщинами. У меня не короткий разговор. Просто она начала вести себя неподобающим образом. Она испугала мою жену. Ну, слушайте, в лестнице это, конечно, подавающий образ. Скажите, пожалуйста, вы... Да нет, потому что моя жена знала, какую пересадительность. Истец, пожалуйста, ведите себя менее эмоционально. Я всё понимаю, но чуть попросить, что вы всё-таки в суде. А скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что Игорь не может быть вашим биологическим сыном? Это же возможно? У вас были отношения с его матерью? Я не отрицаю, что у нас были отношения. Да, мы с ней прожили несколько лет. Только, как оказалось, для неё это абсолютно ничего не значило. Это для тебя ещё не значило. А теперь послушай меня. А теперь меня послушай. И не надо называть меня убийцей. А как? Как тебя подумали? Я не сдержался. Да, я не сдержался. Я сорвался, но я её не убивал. Так она умерла от этого. Извините, пожалуйста. Которая разница, на чём или ими? Ответчик уже понёс ответственность и отсидел половину срока. Я её не убивал, иначе сейчас бы всё ещё сидел совсем по другой статье. А скажите, пожалуйста, когда Галина забеременела, вы знали, что она забеременела, что она носит вашего ребёнка? Так девятый месяц. Ваша честь, можно я расскажу всё по порядку? Да, вот, пожалуйста, расскажите по порядку. Ваша честь, она мне сама сказала, что ребёнок не от меня. А было это так. Когда она мне изменяла, постоянно причём, я нанял частного детектива. И с ужасом узнал, что Галя изменяет мне с моим другом и партнёром по бизнесу Вовой Чижовым. А теперь посмотри, вот здесь, в этой папке, сохранились, в этой папке сохранились все доказательства, их совместные фотографии, переписка, распечатки звонков. Вот, всё есть, всё есть. Это всё вам частный детектив преподнёс, да? Конечно, конечно. Все это доказательства. Я передам это всё, посмотрите. Передайте, пожалуйста, через судебную. Я тогда собрался с силами и решил в очередной раз просто как-то с ней поговорить, хоть как-то её образумить. Не избивая при этом. Да. И тогда вот она мне и сказала, что ждёт ребёнка не от меня, а от Вовы. И что со мной проживёт просто так, ради прикола. И что мне было делать? Да, я не сдержался, это была последняя капля. Я не понимал, что я делаю. Это было такое состояние аффекта. Да какой аффект? Она, извините, потому что она беременная была уже в этот момент. Она уже была беременная в этот момент? Да, она была беременна в этот момент. Так, продолжайте. Но, понимаете, я так ждал сына. Я так ждал сына, а тут услышал такое. И что мне было делать? Убить. Надо было убить. Я её не убивал. А что ты сделал? Уважаемый Сторон, скажите, вы хотели бы пригласить каких-то свидетелей, для того, чтобы подтвердить ваши позиции? У меня есть свидетель, это ближайшая подруга моей сестры, Гаврилина Атсанов. Она была всё это время рядом с ними. И все вот эти разборки, ревности, всё это она знает. И она вполне может подтвердить, да? Да, она знает, от кого она жала, а ребёнка и всё. Моя сестра была всегда с ней очень откровенна. Это по её советам, Галя. Ну вот сейчас мы её и послушаем, её масло в огонь. Будьте любезны, пристав, Гаврилину Оксану Николаевну пригласите. Он не мой ребёнок. А чей? Здравствуйте, Оксана Николаевна. Друга твоего, которого ты подговорил, что ли? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Оксанкова, вам известно, от кого ваша подруга родила сына Игоря? Они очень любили друг друга до безумной любви. Он, конечно, над ней издевался. Он над ней измывался, когда они в ДТП попали. Она хотела броситься с карниза. Света! Чё ты несёшь? Какого карниза? Да что, не было, что ли? Она звонила, это приезжала потом, её успокаивала, снимала. Света, Света молодец, Света молодец, что она взяла этого ребёнка. То, что не отобрали этого ребёнка. Не отобрали. Она взяла опеку над ней. Молодец, потому что это не мой ребёнок. А ты, сволочь, а хочешь отказаться от этого ребёнка? Потому что это не мой сын. Это твой ребёнок, мой, мой. Я отказался. Вы жили два года. Я вообще-то понимаю, что мало того, что ты его матери лишил, ещё её слава. А скажите, пожалуйста, истец, вас Игорь мамой называет? Да, он не знает, что я его неродная мама. И я поэтому очень боюсь, что когда он узнает, начнутся вот эти трения. Поэтому если бы он признал его, если бы он помогал финансово, всё это бы произошло гораздо легче. И ребёнку было бы легче. Давайте послушаем, что Игорь рассказывает нашему психологу. Игорь, а с кем ты живёшь? У нас дружная семья. Мама Света и папа Паша. А ещё у меня два братья и сестричка. Мама с папой их любят. И ещё они много работают. Вы живёте дружно? Дружно. Только недавно мой старший братик Генка сказал мне, что мама Света мне совсем не мало. А моя настоящая мама умерла. Я тогда сильно плакал. А ты спрашивала об этом маме Свету? Да. И она сказала, что это было всё правда. Что моя мама была её сестра Галя. И она умерла. Она теперь на небе. Но мама Света меня любит, как родная мама. И я всё равно её сам любимый. И всё стало хорошо. А Гена больше тебе ничего не рассказывал про твоих родителей? Сначала нет. Но потом он стал рассказывать по ночам, что папа Паш мне совсем не папа. А мой настоящий папа – убийца. Я тогда... Я тогда боялся. Не спал по ночам. Что вы с ребёнком-то творите? Да вот, честное слово, вот... Я даже не знала об этом. Ну вот то, что я не мама, мы действительно говорили. Но вот, честное слово, на Генку я даже сердиться не могу. Это старший сын вот моего мужа. Вы понимаете, у них тоже мама умерла. Они вот сейчас, видимо, таким образом борются за моё внимание. Но то, что он узнал вот так и так рано... Вот всё же из-за тебя. Теперь есть на кого повесить, да, всё это? Я теперь буду во всём виноват. Да, конечно ты. Если бы ты её не убил, ничего бы этого не было. А если бы она мне не изменяла, тоже бы ничего не было. Да не изменяла она тебе. Да она же за тобой как привязанная ходила. Ну вот видите, ответчик не желает признавать своё отцовство. Считает, что она ему изменяла. Даже доказательства пытается в этом суде представить того, что она была ему не верна. Вы знаете, что есть ещё один претендент на отцовство Игоря? Нет. Вам известен такой Чижов Владимир Константинович? Это его друг. Он утверждает, что он является биологическим отцом ребёнка. Да, видимо, его ответчик уже упоминал в ходе данного судебного заседания. Будьте любезны, приставь, пригласите, пожалуйста, Чижова Владимира Константиновича. Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, суду, в каких отношениях вы состояли с мамой Игоря? Почему вы считаете, что он является вашим сыном? Ваша честь, дело в том, что я Галю очень любил несколько лет. Ну и потом так получилось, что у нас всё-таки с ней завязался тайный роман. Мы периодически встречались у меня на квартире. В то время, когда она встречалась с ответчиком, да? Это было параллельно? Она жила с ним. И вот иногда приходила ко мне. Когда бы она успела. А потом у неё что-то в голове потом как переключилось. И она меня попросила, говорит, что нам нужно обязательно расстаться. И, ну, и, соответственно, чтобы я никогда об этом никому ничего не говорил. Как только Галя родила, ну, и даже не то, что когда родила, когда она только забеременела, ну, и вот я сразу понял, что это от меня ребёнок. Да он не похож даже на тебя, он на него похож. Подождите, пожалуйста, так. Поймите, у меня-то вот тоже все ходы, можно сказать, записаны. Вот, у меня календарик есть. Я все наши дни, все наши ночи вот это записывал. Вот, с 17 по 22... Календарик того года? Да, 2000... И вы прямо, я смотрю, обводили датой ручкой. Ну, конечно, потому что для меня... Это дата ваших свиданий? Да. И вот с 17 по 22 апреля она так раз с ним была в ссоре, и она пришла ко мне. Все эти дни мы были вместе, мы, можно сказать, вообще не отходили друг от друга. Мы из кровати не вылезали. И вот если вы сопоставите так раз вот эти даты в апреле... Да, Ваша честь. То есть, получается, вы сейчас перед Анатолием признаёте, что вы, собственно говоря, предавали вашего товарища. И встречались и состояли в интимных отношениях с его гражданской женой. Ну, мне по этому поводу стыдно, но поймите, что Галочку-то я любил. И единственное оправдание для меня, это, ну, любовь. Прости меня, пожалуйста. То есть, ну, сейчас уж столько времени прошло. А почему вы... А какие у вас сейчас мотивы? Вот мальчик уже подрос. Вы наверняка знали, что его мама родила. Понимаете, вот просто Галя-то тоже... Ну, я хочу... Её сейчас нету, то есть, любовь-то у меня к ней... Всё равно осталось. Я знаю, что это её ребёнок. Я хочу, чтобы он со мной находился. У него нету материнского тепла. Но я хотя бы отцовскую любовь ему дам. Да не ты его отец-то, понимаешь? Что не ты, а он созрел. Он тебя вот купил, небось. Вот ты и созрел. Что ты не успокоишься-то никак? Вот тебе человек говорит. Есть доказательство. Галя сама сказала. Что вы не успокоитесь? Да не могла Галя с ним связаться. Я передал доказательство. Да она ж тебя, паразита, такого любила. За тобой хвостиком ходила. Да она деньги мои любила. Квартиру мою любила. Деньги она любила. Ты неужели бы она с этим связалась? Он же за всеми юбками волочился. Да за мной он ходил. Скажите, пожалуйста, а чем вас... Извините, почему вас не устраивает, как потенциальный отец, второй из теста? Скажите мне, пожалуйста. Почему вы считаете, что он не может быть биологическим отцом? Да зачем бы она с ним связалась? Я говорю, она вот его любила. Или у него меньше возможностей содержать ребёнка? Да какие у него возможности содержать ребёнка? Он инвалид. Почему он... Ну, сейчас он на костылях, но это же не вечно. Ну, он же-то пьёт. Ну, куда он... Да он же никуда не годится-то. Да вот тихо, прекрати истериху. Ну, как пьют-то? Вы пьёте? Я уже пять дней не пью. Все же выпивают. Правильно? Ну, вся Россия пьёт. А сейчас пять дней... А как вы собираетесь ребёнка воспитывать? Если вот вы пять дней не пьёте, считаете, что это уже подвиг, гордитесь этим? Главное начать. Вон. И всё, то есть... То есть вы так к суду подготовились? Пять дней не пили? Да? Не к суду, а вот для себя вот просто решил, что вот, ну, всё, пора вот завязывать с этой пагубной привычкой. То есть вот, ну, вот хочу вот уже как-то поближе к сыну быть. Ну, ведь это же явно, что он его подговорил и сюда притащил, а сам бы он даже в жизни сюда бы не пришёл. А вы просто так пить-то начали? С чего вы? Вы даже и в молодости выпивали, когда с матерью Игоря встречались? Ваша честь... Она поэтому от вас ушла к Анатолию? Да нет, конечно же, ваша честь. Я пить-то начал так раз, как Галочка умерла. Это вот они, для них это просто, можно сказать, как какая-то точка в биографии. Это для нас? Подождите, пожалуйста, можно я послушаю сца? Сейчас не кричите, стец. Которую они поставили, перешагнули и дальше пошли. А я потерял любимого человека. Я не мог уже, это как... То есть вы не могли это пережить и начали выпивать? Соответственно, конечно, я начал выпивать. Ну, как по-другому? У моей подруги было ощущение, что я стала жить совсем недолго вот с этой тварью. И я записала буквально за час, ваша честь, за час записала на эту флешку наш разговор. За час до смерти? За час до смерти. У меня было ощущение, у неё было предчувствие. что что-то грозит ей плохое. От этой сволочи, который лишил её жизни и лишил ребёнка. Ты что, нам виска всё взвешиваешь? Подождите, пожалуйста, то есть ваша подруга, она же, я так понимаю, умерла через несколько часов после родов. И за несколько часов до смерти, родив уже ребёнка, она, имея вот это страшное предчувствие, попросила вас записать что-то на флешку? Да, да. Там очень важно. Передайте, пожалуйста, через пристава флешку. Ваша честь, это подтверждение? Да, это подруга постоянно... Понимаете, нас разлучало. Пожалуйста, обеспечи. Да ты говоришь, разлучало. Она любила себя, она ходила ко мне и говорила, что она очень любит этого ребёнка, которого от тебя... Под твою диктовку она записала, я так и понял. Ну, посмотри, да ты посмотри, что ты сделал. Олик, родной мой, любимый, знай, я тебя ни в чём не виню, и ты себя не вини. Так случилось. Видя бы, какого прекрасного сына я тебе родила, назови его Игорьком и позаботься о нём. То, что он, от Бога я тебя забрала просто сдуру, сказала ерунду. Пожалуйста, позаботься о нём, я прощаю тебя за всё. Не вини себя ни в чём. Что ты хочешь сказать, что вот она? Врала, да? Просто так, да? Повремя ознакомиться с результатами генетической экспертизы. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, конверт. Сейчас они докажут, что он. Ваша честь, это, конечно, всё трогательно, но я привык доверять только фактам. Если сейчас действительно окажется, что это мой ребёнок, а что я до сих пор не верю, мне трудно в это поверить, но если это окажется так, мы будем думать, что делать дальше. В рамках проведённого исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Добрякова Анатолия Ивановича и ребёнка поранена Игоря Анатолиевича. По результату настоящей экспертизы Добряков Анатолий Иванович не является биологическим отцом поранена Игоря Анатолиевича. Подождите, ещё раз. Почему? В смысле? Вы же меня хорошо сейчас услышали. Отвечник не является биологическим отцом. Ну вот и всё, выяснилось. Как не является? Наконец теперь вы от меня все отстанете, отстанете. Ваша честь, а всё правильно? Ваша честь. Ваша честь. Да, ошибки не может быть в судебной экспертизе. Если бы это был мой ребёнок, послушай меня, если бы это был мой ребёнок, я бы это почувствовал и, конечно, забрал. Нет, фальсифицировать судебную медицинскую экспертизу нельзя. Дело в том, что у него достаточно много денег, чтобы купить это всё. Ты что десёшь-то? Так, погодите, мы так не договаривались же. Толь, ну я же сюда пришёл из-за того, что ты меня позвал. Да не важно, как мы договаривались. Ты мне денег пообещал, чтобы я пришёл сюда. Я эту экспертизу сдал тоже, потому что ты меня попросил. Я тебя попросил прийти, чтобы всё выяснилось, и всё стало на свои места. Не важно, что мы договаривались. Теперь всё ясно. Ты, ты, ты был прав. Ты, отец, это мой ребёнок. Естественно, сейчас мы ознакомимся с результатами вашей генетической экспертизы. Будьте любезны, приставь, принесите, пожалуйста, результаты генетической экспертизы второго истца по делу. Мы же говорили, что он специально его подкупил, принял. Какая разница? И всё это сделал. Какая разница? Вот сейчас всё и выяснилось. Если бы была доказана твоя невиновность, он бы здесь бы не присутствовал. Что? Какая виновность? Спасибо. Да. Слушай, результаты экспертизы. В рамках проведённого исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей. Предполагаем, в отце от Чижова Владимира Константиновича и Паранина Игоря Анатольевича. По результату настоящей экспертизы, Чижов Владимир Константинович является биологическим отцом Паранина Игоря Анатольевича. Толя, ну как так-то? Мы же не договаривались так. Мне-то зачем этот ребёнок нужен-то? Ну, если бы ты толкашь, а? Мне себя-то содержать не на что. Это чего там у меня пособие? Это вообще ерунда. Важно, что мы с тобой договаривались. Я не очень понимаю, Владимир Константинович, а чем вы недовольны? Вы же пришли сюда устанавливать своё отцовство. Теперь обвиняется ответчиком в том, что он что-то не так сделал. Ваша честь, поймите. Я так понимаю, что он вашу экспертизу оплачивал. Он вам сказал в этот суд прийти. Ваша честь, да, он меня попросил сюда прийти и это всё сделать. Пообещал мне денег. Десять тысяч пообещал. Ну, а я-то и пришёл, чтобы заработать. Рублей? Да, да, да. Вы поймите, что раньше-то я был тоже, ну, у меня было всё. То есть, это, были деньги, машина. Мы с ним были партнёрами по бизнесу. Вот именно что были. А потом, когда я вот начал пить, я потерял всё. И бизнес, и машину, и квартиру. Так, о своей несчастной судьбе вы уже суду рассказали. Так я ещё потом вот в аварию попал. Получается, что судьба ребёнка вас вообще не интересовала? Вы пришли, только о себе рассказываете. То любовь потеряли, то бизнес потеряли. Ну, какой мне сейчас ребёнок-то, посмотрите, вот, я на костылях хожу. А зачем же вы тогда сюда пришли и время у суда отнимаете? Я говорю, я денег пришёл заработать, вот он мне пообещал. А как тебе надо было затащить сюда? Он-то когда освободил, он же когда освободил. Вы свои деньги получили? Да. Вы отец. Ну, вот и всё, всё выяснилось, спасибо. Слушай, так невезуха-то такая, а. Потому что... Ну, человека встретила хорошего, так денег не может зарабатывать. Ты ещё племянник оказался сыном алкаша, а сестру убил вот этот урод. И ни за что теперь не отвечает. Да, не отвечаю, я за всё отвечаю. Неужели нет справедливости, а? Света, Света, это ты во всём со своими этими судами виновата. Только я пристроился, только устроился на работу. Завтрашнего дня я тебя увольняю. Прошу всех садиться, оглашается решение суда. В иске опекуна ребёнка Савенкова Светланы Олеговны об установлении отцовства Добрякова Анатолия Ивановича и о взыскании с него алиментов на содержание подопечного отказать. Иск Чижова Владимира Константиновича об установлении отцовства, предъявленной к опекуну малолетнего ребёнка, удовлетворить. Установить отцовство истца Чижова Владимира Константиновича в отношении ребёнка поранена Игоря Анатольевича, находящегося под опекой истца. Указать в актовой записи рождения ребёнка поранена Игоря Анатольевича в графе «Отец» истца Чижова Владимира Константиновича. Суд удовлетворяет иск Чижова Владимира Константиновича и устанавливает его отцовство в отношении ребёнка, находящегося под опекой, потому что утверждение истца, что он является биологическим отцом ребёнка, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное свидание закрыто. Прошу всех встать. Вот и все. Делайте теперь, что хотите. С меня ты больше вообще ничего не получишь. Понятно? Чтобы моральный ущерб ребенку возместил. Я подам в детские области, чтобы с тобой разбирались. Что? Не вы меня в мечу. Я приеду скоро. Руки-то убери. Руки-то убери.